Итак, дорогие мои зрители, мы начинаем с вами прогулку по очень красивому, очень древнему городу Хорватии, городу Сплит. Итальянцев называется Палата. Этому городу более 1700 лет, поселение примерно 180 тысяч человек. По российским меркам город небольшой, но для Хорватии это второй город. Вчера было очень холодно, как вы помните, а сегодня яркое солнце, тепло. Сразу настроение улучшилось, уже начали мечтать о том, где бы нам искупаться. И решили вот в этом маленьком кафе покушать, попить пивка, покушать пиццу. Я очень люблю хорватскую пиццу, да простят меня итальянцы, потому что итальянцы любят немножко другую пиццу, более такую тонкостенную, тонкую, более сухую, а хорваты делают, как сейчас вы видели, она более такая мясистая, потолще, побольше хлеба. Ну, мне лично нравится такая пицца. Я очень люблю хорватскую пиццу. Хотя, возможно, что и в Италии где-то делают такую же. Итак, мы на центральной площади. Площадь называется Перистиль. Древняя старая площадь, этой площади. Только представьте, вот как раз 1700 лет, как история Сплита, так и 1700 лет этой площади. Здесь многолюдно, здесь постоянно гуляют люди в любое время дня и ночи. Мы сюда приходили в час-два ночи, приходил я сюда в 6 утра, и были все равно люди. Фотографировали, гуляли, просто сидели на этих теплых камнях. Сидели парочки, обнимались, целовались. Площадь очень уютная. Камни нагреваются сзади, вот эти ступени, и люди сидят здесь просто часами. Мне сложно вспомнить в моей жизни более уютную, более такую интимную, или, как бы сказать, камерную площадь. Мы зашли с вами в собор, в кафедральный собор имени Святого Домна. Собор построен из таких трех частей, и история его насчитывает тоже 1700 лет. Там три части, одна часть этого собора построена в третьем веке. Домн, Святой Домн, это бывший в третьем веке епископ города Солоны. Колокольня, которую вы видели, очень красивая, яркая, высокая колокольня, она была построена в 1100 году, то есть в 12 веке. Потом, правда, сто лет назад ее там ремонтировали, перестраивали. Вот, но тем не менее, часть собора построена в 17 веке. Мне сложно сейчас, смотря свой фильм, сказать, вот какая часть в каком веке построена, потому что все же прошло полгода, но вот эта часть, где мы сейчас находимся, потолок, который я вам показываю, это как раз бывший мавзолей, и это как раз построено в начале 4 века, на границе 3-4 веков. Этот храм считается одним из самых древних действующих храмов в Европе, да и вообще во всем мире. Ну, если рассматривать вот этот рубеж 3-4 веков. Вот эта дверь сделана из дерева. Представляете, 13 век. 800 лет, 700 лет точно этой двери. Деревянная дверь с ценами. На каждой створке двери по 14 сцен с участием Христа. из жизни Христа. Очень красивая, мощная, невероятная дверь. И то, что она из дерева, добавляет только ее ценности. Мы с вами поднимаемся на колокольню. Колокольня высокая, это долгий, утомительный труд. Ноги у нас уже не такие молодые, как у вас, мои дорогие зрители. И пришлось так вот поднапрячься, чтобы подняться наверх. Но это стоило. Там такая красивая панорама на весь город, на море, на залив. И вы знаете, во всех городах, где мы были, во всех странах мира, где мы бывали, мы всегда стараемся подняться на колокольню. Бывают колокольни платные, бывают бесплатные, бывают не очень высокие, бывают невероятно высокие колокольни, когда нужно потратить там 30 минут времени, чтобы подняться на ее вершину. Иногда даже приходится с перерывами. Но больше всего меня, конечно, угнетают колокольни, древние колокольни, где вход очень-очень узкий, проход очень узкий. И бывают такие колокольни, где мне приходилось подниматься на четвереньках, то есть на четырех, извиняюсь за выражение, лапах. А у меня на боку всегда висит же сумка еще с фотоаппаратом, с видеокамерой. И вот честно скажу, не помню, где это было, в каком городе, в какой стране, но я просто-напросто один раз застрял. То есть я в каком-то месте, где-то был еще поворот, высокие ступени, и у меня сумка встала ни туда, ни сюда, и я не мог ни взад, ни вперед. Взади люди слышу, впереди люди спускаются. И меня там сзади просто проталкивали, как пробку с таким звуком. Ой, да после этого мне было даже страшно уже подниматься. Я, в общем-то, боюсь, как многие из людей замкнутого пространства. Очень красивый город Сплит. Рекомендую, настоятельно рекомендую здесь побывать. Не уходите далеко, наша прогулка по городу Сплит продолжается.